Это человек-будильник. И это тоже. И вы тоже имеете часовой механизм. Не в прямом смысле, конечно. Всё дело в том, что внутри каждого из нас находятся биологические часы. Они заводятся один раз в жизни, в день нашего рождения. Их работа зависит от движения Земли и времени суток, и других факторов. Биоритмы – так ещё называются биологические часы. Биоритмы – это цикличность процессов в живом организме. Также внешние факторы могут влиять на человека. К таким внешним факторам можно отнести Солнце или Луну. Биоритмы человека расписаны буквально по часам. С 4 до 5 часов утра организм готовится к пробуждению. Начинается снижение выработки мелатонина – гормона сна. С 7 до 9 утра – лучшее время для подъёма и завтрака. 9 часов – высокая работоспособность, хорошо усваивается информация. С 9 до 11 очень хорошо усваиваются лекарства. Повышается иммунитет. А вот в 12 часов физические нагрузки противопоказаны. Наши эксперты советуют придерживаться вот такого нехитрого графика. Обедать лучше всего в час дня. Это даст вам силы продуктивно провести вторую половину рабочего дня. Вторая волна работоспособности наступает в 16 часов. Пик интеллектуальной активности приходится на 19 часов. Потом силы постепенно покидают организм. Замечено, что после 10 часов самая высокая аварийность на производстве, а также происходят дорожно-транспортные происшествия. Потому что с 10 вечера до 4 утра снижается ответная реакция организма на раздражители. Взаимоотношения между людьми – ещё одна область, где теория биоритмов зарекомендовала себя. Так, определяя совместимость биоритмов, можно сказать, стоит ли начинать совместную деятельность или личные отношения. Часто ко мне приходят люди, которые любят друг друга. Но часто ссорятся. И я вижу, что их биоритмы не совпадают. Сегодня факт существования биоритмов научно доказан. Однако современный человек биоритмы природы и свои собственные чаще всего нарушает. Это, в свою очередь, становится причиной заболеваний и стрессов. В такие дни человека легко обидеть, навести на него порчу. Он становится доступным и уязвимым для тёмных сил. Поэтому к своим личным биоритмам нужно относиться как можно внимательнее. Если вы хотите настроить свои биологические часы, научитесь вести размеренный образ жизни. Работа, отдых, сон должны стать регулярными. Постарайтесь ложиться спать в одно и то же время. Первые 4-5 часов естественного сна обязательны. Это необходимый суточный минимум для организма человека. Помните, лучшее снотворное – это естественная усталость. Но если вы переели, заснуть будет трудно. Поэтому ужинать лучше за 2-3 часа до сна. Если вас мучают кошмары, либо какой-то беспокойный сон, то это может быть следствием того, что у вас какие-то сердечно-сосудистые заболевания, либо нехватка кислорода в помещении. Если вы не привыкли ложиться спать рано, но всё же пытаетесь научиться жить в соответствии с биоритмами, необходимо сделать следующее. Постарайтесь лечь поудобнее. Закройте глаза и ни о чём не думайте. Внимание! Сосредоточьте на внутренней стороне лодыжек. Вскоре вы крепко заснёте. Крепко спящего человека основным источником сенсорной информации об окружающей среде являются уши. Поэтому перед сном обеспечьте себе тишину. Вы не поверите, но продолжительный ночной сон способствует похудению. Усилить эффект помогут активные физические нагрузки в течение светового дня. А вот от недосыпа организм изнашивается и стареет. Аура слабеет. Вы становитесь лёгкой добычей тёмных сил, которые могут повергнуть вас в депрессию. Недосыпающий человек слаб. На него легко наслать болезни, навести сглаз или порчу. В таких случаях я советую использовать лекарственные растения, такие как экстракт лимонника, либо радиолу розовую. Если вы хотите жить долго и счастливо, наслаждаться качественной жизнью, быть здоровым, весёлым и беспечным, научитесь дружить с биоритмами. Это подарок из космоса, от которого невозможно отказаться, а значит, надо принять. И тогда сама природа отблагодарит вас ощущением радости, гармонии и счастья. Субтитры подогнал «Симон»